Всем привет! Это тайм-аут с Максимом Исаенко, еженедельный дайджест спортивных новостей и сейчас я по традиции расскажу, чем запомнится уходящая неделя в плане спорта в Полевском. Итак, поехали! Северский трубник впервые проиграл в этом сезоне на выезде. Досадное поражение случилось в рамках восьмого тура чемпионата Свердловской области по футболу в Качканаре, где трубники гостили у местного горняка. Хозяева оказались не очень гостеприимными и сумели победить со счетом 2-0. Уже на 16-й минуте капитан Полевчан Антон Макаров отправил мяч в свои ворота, а на 85-й победную точку поставил качканарец Прохор Чепиков. Следующий матч в чемпионате Северский трубник проведет 24 июня, когда на стадионе труд примет коллектив ФДВ из Березовского. А в предстоящую субботу, 17 июня, трубники возьмут старт в Кубке Свердловской области, где в 1-8 финала в Сухом Лагу сыграют с местным Форесом. В Полевском на стадионе труд прошли игры второго тура первенства Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 13 лет. В гости к Полевской команде спортивной школы Альском приехали и сверстники из Азбеста, Талицы, Красноуфимска, Артемовского, Екатеринбурга и Ачита. Альском провел три встречи и если в первый игровой день полевчане одержали две победы, сначала юные полевские футболисты обыграли спортшколу из Сталицы 7-1, а затем победили Малахит Бентонит из Азбеста 2-0, то во второй день соревнований альскомовцы уступили в упорной борьбе команде Слон из Артемовского 1-3. По итогам этого тура Альском поднялся с шестого на четвертое место в турнирной таблице из 18 команд. На стадионе «Труд» прошло первенство спортивной школы Полевского по легкой атлетике. Соревнования проходили в четырех возрастных группах и состояли из двоеборья, то есть победитель определялся по сумме двух дистанций в 60 и 150 метров. Всего на старт вышло 50 юных спортсменов, в итоге победителями в своих возрастных группах стали Макар Качев, Екатерина Никулина, Артемий Тюшняков, Софья Кузнецова, Григорий Молодцов, Арина Попова и Дмитрий Бутырин. В Каменске-Уральском прошла зональная квалификация дивизиона «Крайозер» фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». Полевская команда «Альском-2011», выступавшая в старшей группе, вместе с местным коллективом «Синара» добыла путевку на суперкубок, который пройдет в Челябинске. Поздравляем ребят и тренера! Определился победитель Лиги Полевского дворового футбола. После отборочных этапов, прошедших как в северной, так и в южной частях города, четыре сильнейших коллектива провели финальные игры на футбольном поле Полевского многопрофильного техникума имени Назарова. В матче за бронзовые медали «Крепость» уверенно победила команду «Легенды» со счетом 4-0. А в финале «Столбы» не оставили шансов коллективу «Импульс в тормед» 3-0 и стали победителями Лиги дворового футбола. Самым эмоциональным игроком турнира признан игрок «Крепости» Кирилл Новопашин. Самым забивным игроком стал Семен Брехунов, а самым мотивирующим капитаном признан Александр Кириллов. Оба – «Столбы». На этом пока все. Подписывайтесь на канал «Держатель микрофона» в Ютубе, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. Не забывайте в своей жизни делать тайм-аут для спорта. С вами был Максим Исаенко. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok